Вот такое интересное место, которое называется Тренчер. Для тех туристов, у которых необычные вкусы, могут себе здесь найти все по душе, потому что здесь находится общественная мини-библиотека, а также кафе витарианской кухни. Здесь собираются те люди, которые любят читать, которые любят театр, любят местное искусство, проводят литературные вечера, проводят концерты местных артистов. А также здесь можно купить сувениры, изготовленные именно местными ремесленниками, потому что большинство сувениров, которые продаются в Коста-Рике, могут даже быть импортированными, просто на них пишут Коста-Рика, но они, это ткань, материалы, могут быть книгу стариканские, не обязательно. А здесь именно можно найти очень оригинальные вещи. Так что давайте познакомимся сейчас с этим местом и давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь в основном генистический магазин, здесь уже использованные книжки, которые я гораздо решила, новых книг, но здесь все есть на любой вкус. Также это место еще известно, как вроде бы здесь собираются люди, так сказать, левого толка, потому что один из основателей этого места очень любит Че Гевару, но это не совсем правда, потому что здесь просто любят собираться люди, которые обсуждают политику и они говорят на разные темы. Как вообще Тринчерас переводится? Тринчерас это вообще окоп, траншея. Но название это получилось от того, что это фраза Хосе Марти, вместо военных окопов мы строим себе окопы из идей. Так что вот это изначально сделано для того, чтобы поддерживать местных артистов, местное искусство, и вот это вот вместо выстроили такое укрепление, вместо военного укрепления, выстроили укрепление из всяких художественных проектов. Мы только недавно говорили про то, что костариканцы не любят читать, здесь собираются именно те люди, которые любят читать, и которым интересно узнать немного больше, что есть в мире, и не только на легиональном уровне. Это пианин у него, его сделал из картона, из всяких отходов бумажных, местный художник, эскульптор Альбан Корралес, тот самый, который сделал в Китае из пластиковых бутылок, который у него есть на фотографиях из Улиты, это вот тоже сделало. И вот эти вот личинки, сорока ножек, это все тоже сделало. У него был ряд целых скульптур, посвященных насекомым, но он их все уже продал, их можно посмотреть у меня на сайте моего интернет-журнала «Посака» есть, у меня есть о нем репортаж, вот их всех там можно увидеть. Вот эту девушку зовут Наташа, у нее русское имя, потому что ее отец филолог, он преподавал литературу в Национальном университете, УНА, Университет Национального Коста-Рика, они одни из основателей этого места, он назвал ее честь Наташи Ростова, и именно так зовут Наталья, а Наташа. Наташа Эрера. Скажите нам немного о истории Тренчерас, я могу traducir. Ну, Тренчерас это проект культурный, артистический, индепендентный и autogestенный. Это культурный проект, независимый, который поддерживается силами местных артистов. Ну, он родился 7 лет назад, и здесь, где мы сейчас, мы уже примерно 1,5 года, в одном месте, уже в одном месте. Этот проект родился 7 лет назад, но раньше они находились в другом здании, которое снимали, а вот это уже их собственное здание, которое они выкупили и отреставрировали, и вот они теперь здесь находятся. И, bueno, Тренчерас это это, это центр культурный, у нас есть культурный центр, где предлагаются использованные книги, и бультинистический книжный магазин. И есть артистанция, также местные сувениры, все эти продукты сделаны местными ремесленниками. И талеры, также здесь проводятся кружки, занятия по живописи, скульптуре, иностранным языкам, музыке, йоге. И los eventos culturales, que la idea es apoyar al artista local, con eventos culturales, música, teatro, danza. Здесь проводятся культурные мероприятия, для того, чтобы поддерживать местных артистов, музыкантов, хореографов, певцов, художников, художественные выставки, концерты местных артистов проводятся здесь, для того, чтобы поддерживать и укреплять местную культуру. Сейчас мы пробуем такой очень необычный напиток, называется «Лече дурадо», или «Золотое молоко». Оно сделано из кокосового молока, с добавлением имбиря, куркумы, перца, и еще каких-то ингредиентов. Я забыла уже, что именно туда добавлено, но это вот такая очень необычная вещь, она так слегка остренькая. Я слышала много раз про кофе с перцем, и всегда думала, как это кофе с перцем. Ну, наверное, это напоминает. На кофе, это, конечно, мало похоже, это такое достаточно жирное, что это жирный напиток, как будто со сливками, ну, кофе со сливками, но на кофе не похоже. Вкус куркумы и перца, но это чуть-чуть есть какая-то остринка, да, но это не остро, это очень так пряно и вкусно, правда. Да, скорее пряно, это более подходящее слово, чем острый. Наверное, это жирность, вот эта вот вязкость, не даже не вязкость, а вот такое, как сливки, это не сливки, конечно, это обусловлено тем, что оно сделано из кокосового молока. Там содержание кокосового масла высокое, и вот это вот такой сливочный вкус дает кокосовое молоко. Самый первый плюс, это, конечно, здесь, в Коста-Рике, именно этот расслабленный стиль жизни, который называется Пуравила, это знаменитая Пуравила, чистая жизнь. Пуравила, это такое словосочетание, которое употребляется и как приветствие, и как ответ на вопрос, как дела, и как оценка какого-то, какого-то человека, или дела, или вообще, вот как это универсальное словосочетание. Это хорошо тем, кто здесь все достаточно просто, люди здесь очень простые, здесь с легкостью говорят с незнакомыми людьми на улице, все друг друга знают, это небольшой город, и это, конечно, это плюс, потому что ты себя очень свободно здесь чувствуешь. И с тех пор, как я приехала, у меня не было такого ощущения, как иногда бывают в больших городах, как такого, как, может, страха какого-то, как-то более с тебя спокойно здесь чувствуешь. С другой стороны, это плюс, это плюс. Но у этого же плюса есть и минус, это негативная сторона обратная, это то, что этот расслабленный стиль, он подразумевает какую-то, как поверхностность. Очень легко относятся к тем вещам, к которым мы, русские, европейцы, привыкли подходить с большей серьезностью и относиться более тщательно, более основательно. Здесь как-то слишком легко относятся к вопросам здоровья, запускают здоровье до тех пор, что пока уже возникают серьезные болезни, либо слишком легко относятся к финансам, позволяют, позволяют залезать в большие долги, а потом терять имущество. Это, конечно, минус, то, что слишком, и даже может иногда бывает такое, что даже в каких-то фирмах, в каких-то организациях, которые представляют услуги, не относятся к клиентам именно с такой тщательностью. Вот именно из-за этой некой безалаберности страдает тоже и сервис, потому что тут такое есть понятие, как тоже оротика. Когда какое-то мероприятие может назначено быть на определенное время, ну, можно быть уверенными, что оно начнется через час или через полтора. Вот тоже. Это тот же минус, это минус, который относится сюда же. Плюс номер два для меня, это, конечно, природа. Природа здесь очень впечатляющая, особенно для человека, который из Европы, который раньше видел животных, растения, только на картинках. Здесь тоже такие растения, которые у нас дома в России, в Украине, только в горшках, в комнатках, как в виде комнатных растений. Здесь их можно видеть на улице. Очень много красивых цветов. Можно встретить птиц разных цветов, бабочек, дикие животные, такие, как мы сейчас только что говорили, про пуму, про ягуара, про оцелота, про все это есть здесь в дикой природе. Также это очень зеленая страна, воздух очень свежий. Здесь одно из основных направлений это экология, это борьба с излишним выделением мурики и славогаза. Это, конечно, в этом плане это очень чистая страна и здесь тоже это очень полезно для здоровья, может быть. Хотя, с другой стороны, минус этой же природы, что за природой также следует и стихия. Потому что климат тропический это не только вот такое многообразие, а и соответствующая погода. Это сезон дождей, это сухой сезон, который может принести сильную засуху, это зимний сезон, когда бывают сильные дожди, которые могут приводить даже к ураганам, наводнениям, оползням, сырости, плесень в домах появляется, сырость, плесень. Много ограничений в этот период по поводу вещей, ты не можешь себе позволить, допустим, много кожи, потому что на ней появляется плесень, за этим нужно тщательно следить. И это вот такой именно бытовой минус. И, конечно, это очень опасно, потому что стихия это может в любой момент оставить человека без крыши над головой. И это вот такой минус. Третье, это то, как здесь люди вообще между собой взаимодействуют. Здесь нет такой агрессии, как в таком объеме, как можно ее встретить у нас. Здесь по-другому совсем относятся к воспитанию детей. Здесь нет такой строгости, может даже я бы сказала, ну как. Здесь детей любят за то, что они есть, не принято их все время строить, держать в каких-то ограничениях все время. Вот много таких семей, в которых ощущается, вот эта вот нежность. Хотя, с другой стороны, тут же есть и минус. Потому что это такая вседозволенность приводит к тому, что эти детишки растут и не учатся уважать родителей, не учатся уважать чужой труд. И привыкли к тому, что им дают все готовое. И не учатся сами прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться. Допустим, если вот игрушки, то они ломаются, они выбрасываются тут же. Ими не играют, а их ломают и выбрасывают. Потому что знают, что им купят новые. Вот так. Но это тоже, хотя смотря, смотря говорить о каких семьях, потому что, если это семья с очень низким достатком, там совсем, конечно, будет другая картина. Мы сейчас говорим о среднем классе в данный момент. А сейчас вот здесь, в этом же самом месте находится кафе Сембра. Сембра означает поле, посев. Это кафе вегетарианской кухни. Это тоже проект Наташи совместно с другой местной девушкой и Александра Ерера, которая шеф-повар этого кафе. Здесь можно попробовать такие необычные продукты, как вегетарианский гамбургер, вегетарианские сосиски, вегетарианские тортики и разные натуральные соки, чаи с местными травами. Вот все это можно попробовать здесь. Также кофе с миндальным молоком. Здесь сюда очень любят ходить те люди, которые не едят мясо и хотят донести наименьший ущерб природе тоже. Потому что здесь тоже все продукты, которые они используют, органические. Кофе органический, все это тоже здесь можно приобрести. Мед местный, да, он тоже местный. Вот все это здесь можно приобрести. Вот это Александра, это одна из... Это компаньонка Наташи, это проект у итальянского кафе. Она шеф-повар, она автор большинства блюд, которые здесь вы можете попробовать. Где ты? Где вы в гастрономии? Я в Галина. Она училась в местном институте, она изучала технологию приготовления пищи и гастрономическое искусство. И тамена есть капотизация в Коломбии. Ну, где ты? Ну, 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 я была здесь, в diferentes lugares, в diferentes отелях, в разных ресторанах. А вот теперь у них вместе с Наташей это собственный проект. Как у нас была идея от этого кафетерия, от этого ресторанта, от этого кафетерия. Но, как у нас есть в другие продукты, в другие продукты, в других продуктах, с санксидурных продуктов. Для начала идея была, чтобы предлагать посетителям здоровую пищу. Они начались с просто вегетарианских и веганских продуктов, но потом начали делать упор на то, чтобы приобретать, приобретать, изначальное сырье у местных производителей. Какая-то важная комбинация, которую вы можете попробовать здесь? Ну, может быть, может быть, антибургеса, что это антибургеса вегетарианная или веганная. Фирменное блюдо этого кафе это антибургеса, антигамбургер, это гамбургер, в котором котлета сделана из искусственного мяса, которая даже не соевая, а они сами изобрели этот рецепт, он из гороха, из нута, все из органических материалов. Четвертый плюс, это что здесь более мягкие условия для того, чтобы начать небольшой бизнес. Здесь эта бюрократическая система намного проще, чем в России, чем на Украине. Те люди, которые мне известны, которые начинали здесь бизнес, начать его здесь проще. Допустим, я сама, когда я начинала свой проект интернет-журнала, я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. По-нашему, это субъект предпринимательской деятельности или СПДшник, как у нас было, когда я работала в фонде поддержки предпринимательства в Донецке, еще когда до отъезда. Это сделать просто, когда уже ты создаешь фирму, когда нанимаешь сотрудников, это, конечно, уже приходится платить налоги, это уже, конечно, совсем другая тема. Но изначально начать бизнес здесь проще, и для этого сюда приезжают многие иностранцы. С другой стороны, тут же есть и минус. Тут же есть и минус, что в последнее время налоги повысились, и многие предприниматели сворачивают свою деятельность, не только мелкие, а и более средние, и крупные фирмы сворачивают свою деятельность из-за экономического кризиса. Потому что та модель экономики, которая действует в стране на данный момент, получается неэффективной, но тем не менее альтернативы никто не предлагает. Очень много говорится о том, чтобы поддерживать местных предпринимателей. Вот и здесь, в этом кофе, в котором мы находимся, тоже они стремятся к этому. И вообще здесь торгово-промышленная палата запустила недавно компанию для того, чтобы поддерживать местных производителей. Но у этого недостаточно. Это все нужно делать с гораздо большей силой, и для того, чтобы это дало результат, люди должны больше объединиться и приложить к этому еще большую силу. Пятый и последний плюс – это то, что здесь люди очень веселые, открытые, с ними легко общаться. Ты всегда завязываешь знакомство с кем-то, когда ты приходишь куда-то, даже по работе на какое-то мероприятие, ты можешь подойти и спросить, и узнать нужную информацию. Здесь, как мы уже в предыдущих видео, мы вам показывали, что мы можем встретить государственного чиновника на улице и поздороваться с ним. Минус – то, что часто бывает такое, что отношения между людьми поверхностны, и тебе могут многое пообещать просто так, и просто так. Потом, когда ты будешь рассчитывать серьезно на этого человека, то потом выяснится, что он сказал это просто так, и за свои слова не отвечает. Но, опять-таки, такое бывает не всегда, и с годами ты уже привыкаешь и видишь, когда человек действительно заинтересован в том, чтобы с тобой общаться, в твоей дружбе или сотрудничестве по бизнесу, или работать с тобой, когда он серьезно заинтересован, то он не будет так поступать, и он действительно, ты будешь видеть, что он боится потерять отношения с тобой, то тогда да. А если один раз человек уже так поступил, то уже можно иметь в виду то, что ему доверять не стоит. И этому только уже можно научиться с годами. Так сразу вычислить, я даже вот сейчас не знаю, как это объяснить, это уже, так сказать, внутреннее чувство какое-то. Может быть так. Вот это вот пять плюсов и минусов основных, которые я могу выделить. Так, конечно, какие-то мелочи еще я могла бы выделить, допустим, когда я только приехала, там, может, не хватало чего-то опять так же. На бытовом уровне, там, другие продукты, другая форма, там, для того, чтобы, допустим, здесь в домах нет ванн, только душ, или, там, не принято чего-то есть, не принято делать что-то так, как мы привыкли, может быть. Но сейчас даже я вот не могу сразу вот так сходу это вспомнить, потому что я уже к этому привыкла, может, скажем так. Насчет медицины, если сравнивать нашу систему и эту систему, вот, прожил ты здесь 11 лет, и что можешь сказать на счет этого? Я могу сказать, что в больницу лучше не попадать нигде, потому что, когда я захожу в больницу, что это было у нас, что это было здесь, у меня очень тягостное стрессовое впечатление сразу, и я бы предпочла постучать по дереву и не попадать нигде в больницу. Ну, если такое произойдет, конечно, то лучше обращаться в частные клиники. В местное здравоохранение есть очень хорошая государственная больница. Вот, допустим, как матерниат горит, я слышала очень хорошие отзывы в Сан-Хосе, и здесь в местном госпитале есть тоже очень хорошие врачи, о которых есть хорошие отзывы. Но, в целом, конечно, бывает всякое. Это отдельная тема. Когда мы встретимся с доктором русскоговорящим, о котором мы уже вам говорили, тогда мы более подробно осветим этот вопрос. Да. Ну, а как удобнее вообще? Вот система, то, что как у нас это устроено, бесплатно, то есть ты приходишь сам по себе или вызываешь скорую помощь, когда что-то случилось, тебя бесплатно, в принципе, лечат. Когда у тебя есть страховка… Или платить страховку. Надо платить страховку, да. Когда у тебя есть страховка, то да. Я знаю людей, у которых случился инфаркт, которые вызвали скорую помощь, и их быстро увезли в Сан-Хосе. Человек находился в Кепусе, но ему стало плохо, он вызвал скорую помощь, его в тот же день увезли в Сан-Хосе, и сделали ему необходимые процедуры, и инфаркт оказался микро, к счастью, и практически он смог восстановить свое здоровье нормально, и сейчас он себя очень хорошо чувствует. Вот также еще многие люди, которым тоже оказали быстро помощь при травмах, тоже бывает такое, но это все, опять же, у них была у всех страховка. Хотя, с другой стороны, тот же еще тут же есть такой минус, что люди записываются на прием к врачу, или там у них есть хроническое заболевание, им нужна операция, но они становятся в очередь и ждут, бывает, очень подобно. Бывает такое, что человек приходит и ему сообщают, что прием у этого врача ему назначают, допустим, через 6 месяцев. А то и были такие случаи, об этом говорили в местных новостях, что даже через несколько лет назначают приемы, и это вообще абсурдно и сюрреалистично. Так что в будущем, кстати, я собираюсь заниматься этой темой и писать об этом репортаж в газету «Импакту», и потом попозже тоже мы сможем об этом говорить. Нет, если вот сама система, то есть как в России, допустим, у меня есть выбор, заболел зуб, я могу пойти в государственную клинику или могу пойти в частную клинику, правильно? Я выбираю сам. Но я не плачу при этом страховку каждый месяц обязательно. Или ты приехал сюда и тебе перед фактом ставит, что надо платить страховку. Вот сама вот эта система, если сравнить, как для тебя это стало удобнее или не очень? Ну, вот это то, что надо платить страховку, это не очень, конечно, да, потому что базовые медицинские услуги бесплатно, конечно, оказываются, оказываются в простом кресте, но это опять-таки же самое базовое практически, чтобы человек не умер только. А вот так уже более на каком-то углубленном уровне, это уже, конечно, да-да, это серьезный минус. Здесь именно в Переселелоне, в Сан-Северный Генераль, очень много художников, как местных, так и иностранцев, которые уже живут здесь много лет, и уже натурализованные, можно сказать. И здесь можно приобрести холсты и всякие выявления для петушек. Кстати, живопись. Живопись уже несколько лет здесь очень модное занятие. Это то, чем любят заниматься люди, даже в свободное время, и не обязательно только в кружок рисования, это для детей, даже взрослые любят. Рисовать чего-нибудь, те, которые не умеют этому учиться, в последнее время это модное распечатание. Здесь проводят концерты тоже и занимаются йогой. Вот здесь вот на этой площадке занимаются йогой. Вот этот халаш, его тут и сделал Альбан, вот эта вот старая гитара уже, которая не пригодная к тому, чтобы на ней играть. Вот это все тоже из картона, вот это вот, это его фишка, именно его техника, вот это вот картон. Вот эта картина, здесь тоже один участник, очень активный, итальянец Никлона Синополи, фотограф, фотохудожник. К сожалению, три года назад он умер от онкологии. И вот это вот его картина. Осталась здесь последняя выставка уже постмортом, которая была здесь, очень привлекла много внимания. И его работы маленькие, в маленьком формате можно там купить наверх. Но это фотография получается. Да, это фотография, но это как художественная фотография. Здесь часто тоже слушают Эмлиса Пресли, слушают Бомба Марли. И нетипичное здесь место для сальса, для комби, обычных таких латиноамериканских ритмов. Но в последнее время, когда они сюда переехали, они стали меньше здесь ставить такой музыки, потому что пожаловали, что если они слушают Бомба Марли, то могут курить марихуану здесь. Но это неправда. Но сейчас они стали больше играть сами, если вдруг какие-то концерты, а так, чтобы слушать музыку уже не стали. Хотя Бомба Марли вообще очень популярен здесь. В Коста-Рике? Да, в Коста-Рике. Как и по всему Карибскому побережью и во всей Центральной Америке. Вот она та фраза, про которую мы вначале говорили, перед тем, как сюда зайти. Третья идея, с больной маски, третий раз. Укрепление из идей стоит больше, чем укрепление из камней. Укрепление из камней. Укрепление кубинский писатель – это девиз создателей этого. Меня спрашивают тоже достаточно часто, например, сравнивая Россию и Коста-Рику, что в России, живя в России, там нет такого многообразия живности насекомых, все это в доме, муравьи вот это ты знаешь. И приезжая сюда, ты попадаешь в эти условия, когда ты должна с ними… Да, это было для меня поначалу. В первые годы это был очень сильный стресс. Первый раз я увидела вот такого громадного слизняка во дворе, близко, не в самом доме, а близко к дому. Это когда я была у свекрови, и я видела вот такого слизня. И я заорала так, что думали, что в дом залезли воры, и на меня так, как сказала моя свекровь, что она подумала, что за мной кто-то бежит с мачете. Вот. А сейчас, в принципе, если я увижу какую-нибудь нечисть, какую-нибудь сороконожку, то я просто возьму ее и выброшу на улицу. Я их не убиваю даже. Я могу убить только потенциально опасное насекомое, как этого паука, который говорят, что они брызгают кислотой, или комаров, которые могут быть разносчиками ДНГ. Я так, я даже их не убиваю, какими мерзкими бы они не были. Я просто слизней или этих планарий, насколько они мерзкие бы не были. А планарий убиваю, кстати. Планарий убиваю, потому что они для меня слишком мерзкие. Я не могу их видеть. Сравнивая уровень преступности в России, допустим, вот в наших городах, ну, мне кажется, там все-таки спокойнее. Приезжая сюда, ты понимаешь, что это центральная Америка, там, говорят, как страна третьего мира, преступность здесь выше все равно. Для тебя как был этот момент? Ну, об этом моменте я именно вот так, именно в сравнении никогда не думала. Потому что, когда я жила дома в Донецке, мне раз разрезали сумку в автобусе, у моей подруги выхватили из рук телефон, когда она шла, еще там на знакомого одного парня напались ножом. Так что у меня много знакомых, которые подвергались нападениям на улицах в Донецке. И это было еще до войны, до той ситуации, которую потом переживал наш город. А здесь, здесь в Коста-Рике, да, тоже было такое, что воровали. Ну, я бы не сказала, что здесь... Но для тебя по ощущениям именно за 11 лет. Но для меня по ощущениям за 11 лет, я вот как-то не сравнивала. Опаснее ты себя чувствуешь здесь? Опаснее я чувствую себя в Сан-Хоседе. В Сан-Хоседе я чувствую, что опаснее, да. А вот здесь именно в Переселлоне, я так думаю, что главное о том, что надо следить. Надо следить, конечно, да, и... Я вот никогда не задумывалась о том, что было ли опаснее дома. Потому что... И вот сейчас недавно у родителей было такое, что в деревне, где они сейчас находятся, тоже, когда их не было, то в дом залезли и украли много чего. Так что и здесь такое тоже может быть. Так что именно вот так вот задумываться, сравнивать. Да, в Сан-Хосе, несомненно, преступность выше. В Сан-Хосе опаснее. В Сан-Хосе лучше ночью не ходить в одиночку. Я стараюсь ездить на такси, если вдруг я не встречаюсь с друзьями или родственниками, или не еду с мужем, или... Или если я еду без мужа, если я еду по работе, или на какое-то мероприятие, то если я не встречаюсь с кем-то, с друзьями, с родственниками, то я всегда стараюсь ездить на официальном такси или на Uber. А так, да, в Сан-Хосе намного опаснее. И это физически ощущаешь. А здесь, в Переселезоне, как для меня это довольно-таки спокойный город. Хотя тоже именно терять бдительность не стоит. Про красоту многие говорят еще. Вот многие девушки, женщины спрашивают про маникюр, про парикмахерские услуги. Здесь очень много салонов, на каждом углу буквально. Но качество, конечно, есть очень хорошие мастера. Есть очень хорошие мастера. Я уже два года хожу к парню по имени Дейвер Файас. Он считается одним из лучших стилистов города. У него очень легкая рука. И буквально он меня спас от огласения. Можно сказать, это отдельная история. Но здесь тоже можно найти услуги на любой вкус. Салоны тоже по разным ценам. Но в основном здесь намного проще, чем у нас. Здесь, конечно, любят по стариканке красоту и моду. Но вот так основательно, так фундаментально, как наши женщины, они к этому не подходят. Здесь встречаются на улицах больше бомжей и немножечко таких странных людей с не очень понятным поведением. Приков. Вот если сравнить с Россией. Меня, например, я такого там не видел. И для меня это было не... Но я к этому был готов, в принципе. Но... У нас, когда, если ты в России, на Украине, когда говорят о бомжах, то почему-то представляются всегда подвал, какие-то места, где проходит теплотрасса, где они собираются, где они прячутся от холода. Вот как-то так. Поэтому... Может поэтому их меньше видишь на улице. А здесь... А здесь они могут жить на улице, они могут спать под мостом. Среди них бывают такие люди, которых даже... Которых подбирали, которых приводили в специальные приюты и хотели помочь им вернуться к нормальной жизни, но они не хотят жить по правилам. Бывает всякое, конечно. У всех у них тоже свои истории. И... И осуждать тоже... Тоже не стоит, в принципе. Потому что... За эти все десять лет я насмотрелась очень на много. Я когда работала в газете с разными темами. И вот таких фриков, людей со странным поведением, с каким-то... Да-да. Здесь их можно сказать, что больше, чем у нас. У нас вот таких городских сумасшедших, так сказать, вот именно фриков. Вот таких. Здесь их чаще можно видеть. Здесь много экзгибиционистов. Кстати, очень много обсуждается этот вопрос сейчас по телевидению. Экзгибиционизм здесь считается одним из видов насилия. Здесь очень уже... Вот именно последнюю неделю идут дискуссии. По телевизору показывают интервью, в новостях показывают интервью с психологами, с работниками юридических, с юристами, с психологами, с юристами, которые говорят о том, что на самом деле такие люди далеко не безобидны. Там, если, допустим, у нас, я помню, что рассказывали, если там видишь кого-то, что он там голый ходит, или там интимные части свои показывают, то это просто придурок, на которого не стоит обращать внимание. А здесь считается, что это и правда опасный элемент, который рано или поздно может совершить изнасилование. Здесь считается, что это так. Вот здесь очень много еев открытых, которые не скрывают свои отношения. Но для меня лично, меня это не беспокоит их видеть. Потому что, если люди такие, которые какие они... Если они такие родились, то осуждать тоже их за это. Потому что в жизни может всякое произойти. И у меня есть такие знакомые мужчины-натуралы, которые буквально обнаружили, что их сын ей. И это была для них большая трагедия. Так что, вот так вот говорить и осуждать с тобой может всякая. Как вот тоже поговорка наша такая. Не зарекайся ни от суммы, ни от тюрьмы. Но хотя, я бы тоже сказала, не следует позиционировать отклонения, как что-то нормальное может быть. Если да. Как когда я еще... Вот тоже еще одна проблема здесь в Коста-Рике, что многие люди пытаются показать хорошую мину при плохой игре, скажем так. Вот. И скрывают свои истинные взгляды. И поэтому иногда бывает очень тяжело сделать какой-то вывод. Вот здесь очень много говорится о толерантности, о правах. Хотя, когда доходит до дела, то потом выясняется... Вот, допустим, недавно, вот про тех же геев, допустим, вот говорится, что они должны быть тоже права, они должны... Вот здесь, кстати, президент уже утвердил закон о гей-браках. Он скоро уже вступит в силу, что они могут создать семью, они могут покупать собственность, как и пара мужчина и женщина. Хотя на самом деле, вот, допустим, кто бы хотел иметь сына гея на самом деле? Кто бы мечтал об этом? Это не то, о чем люди мечтают. Это то, с чем просто нужно учиться жить. И выставлять так это на показ я бы не сказала бы, что это хорошо. Хотя я знаю таких геев, которые мне тем и импонируют, что они не выставляют свою ориентацию на показ. Они просто такие, как есть, и они не манипулируют этим, не пользуются этим для того, чтобы получить какие-то дополнительные рвоты. Если говорить обо мне, я замечаю, что здесь это очень сильно заметно. Но я не скажу, что это проблема. Здесь не много таких гей-пар, как мужчин, геев, так и женщин, лесбиянок. Это очень открыто. Они ходят взявшись за руки, они целуются в общественных местах и ставят много фото совместных в соцсети. И именно в последние годы такая тенденция. Они говорят, если у них спросить, то они говорят так, что они защищаются таким образом от насилия. Они показывают то, что они такие же люди, как и все остальные. Но хотя тоже доля эпатажа изрядная в этом тоже есть. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Инстаграм Саши. Мой инстаграм. Дзен канал. Ютуб канал. Большое спасибо за тех, кто оставался с нами все это время. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...